Учиться в школе это, наверное, самая такая вот приятная пора в человеческой жизни. И сегодня у нас гости, конечно, связанные с школьной тематикой. Мы с удовольствием хотим представить наших школьниц, конечно, бывших школьниц, но я думаю, что каждый взрослый в душе стоит ребенком. У нас сегодня в гостях Евгения Белова, директор, ведущая праздничного агентства «Филичита», а также Екатерина Марушевская, аниматор, ведущая агентства «Филичита». Девочки сегодня пришли в таких праздничных вышиванках. Именно так сегодня дети идут в школу, правильно? Да. Это новая школьная форма, можно сказать, вышиванка. Праздничная такая сегодня. Да, праздничная, очень красиво. Девочки зашли, прямо озарили нас солнцем, яркостью и хорошим настроением. Сразу понятно, в какой мы стране. Да, да, да. А ваше 1 сентября, вы помните его? Вот каким оно было? Сумутно напомним. Да, мое 1 сентября было уже очень давно. Но я так, в принципе, я помню, конечно, что у меня было такое настроение. Вот, наверное, родители меня все-таки подготавливали или что, я не знаю. Но я помню, что мне хотелось, очень хотелось в школу, вот эти все такие платьички, подборы бантиков. То есть, ну, как бы... То есть, ты уже знала, куда ты идешь? Да, то есть, как бы у меня не было такого, чтобы я не хочу в школу, там... Не, у меня было желание всегда, как бы, идти в школу. Ну, по крайней мере, до 3-ти... 6 или 7 пошли? До 3-ти... 7-7. Раньше ходили в 7-3. Я тоже, поэтому мы с вами на одном лагере, да? Я хочу сказать, что я своего ребенка тоже хочу отдать 7 лет. То есть, не раньше. Потому что, ну, это... Я не знаю, мы учились, мы учились, нам было... Как бы мы выучились, нам хватило того времени. А помнишь, Евгения, вот именно... У тебя были косички, бантики? Косички. У меня были очень длинные волосы, ниже... До талии, как бы, да? И были косички всегда, мама всегда заплетала. У меня даже папа заплетала. С вечера? Нет, не с вечера. Утром, утром. Это только процесс желания. Папа меня даже заплетал, потому что мама дежурила кодосменами. То папа так затянет, что вот так вот, знаешь, стрелки, стрелки вот так вот. Так можно ходить неделю, знаешь, что это косичка. Массаж кожи головы. Все. Да, это тоже я очень помню. Вот, Екатерина, а у вас как? С воспоминаниями о школьных годах? Я помню, что меня постригли под казанок. Такая у меня стрижка была, испортили мне все 1 сентября. Ну что, расстроились по этому поводу? Конечно, там же девочки с бантиками красивые, а я с такой короткой стрижкой, как у мальчиков. Но зато не так, как все. Да. А вы, если не видели вот наше фиро в начале, где проверил сердечко, как она пошла в школу, вот у нее тоже такая была прическа. Где-то рядом. Да, поэтому ничего страшного. Прическа зубы, да. Ну а что такого самого интересного запомнилось из школьных лет? Ну вот совсем яркое такое вот. Вот яркое то, что я помню, вот именно из первого класса, я запомнила, когда был последний звонок, и вот раньше, помните, вручали первый класс, вручал колокольчики, да, последние звонки вручали 11 классу на линейке. И вот это передачи до знаний. Да, ну было раньше так вот, да, то есть первый класс выходил, и напротив, как бы, допустим, если я был А-класс, то я А-классу 11-му, мы вручали колокольчики. И вот, и тогда было модно же, значки, да, пионерские, там, Ленин, да. Ну там с Лениным, с Лениным еще не было, по-моему. Но октября-то во втором классе. Нет, октября-то, да, но я имею в виду, что... Сначала октября-то, потом пионеры шли, да. Я в том плане не то, что мне вручили, мы вручали колокольчики 11-классникам, а мне 11-классник подарил значок там с Лениным, учиться-учиться-учиться, вот. Да, круто. И вот единственный в классе, боже мой, там все весь класс потом смотрел, это такое, у меня он до сих пор где-то дома даже есть, вот где-то мои такие вещи, мерчки, которые, да, интересные. Вот, и это такая вот, ну вот это вот у меня запомнило с первого класса, вот как бы очень сильно. Екатерина, а у вас? Именно с первого класса так ничего не вспомню, а именно со школьных лет. Я помню, как наши утренники, вот, Новый год, и я была Снегурочкой, вот это был последний 11-й класс. А, так это вы уже помните старший класс, да, так хорошенечко. Ну это самое такое яркое было. Наконец-то отросли волосы, после же 3-х. Большие длинные кудри, можно было заплетать косички. Да, именно так. И вот запомнилось это больше, такая активная жизнь. Ну вот такая школьная активная жизнь, она же отпечаталась уже на взрослую жизнь. Конечно. Поэтому все не зря в этой жизни происходит, и вот то, что сейчас вы занимаетесь этим делом, вот, да, вот, и с детьми работаете в том числе, наверное, это тоже идет из детства. В принципе, да, я вот хочу сказать, что я училась, после 9-го класса пошла в лицей, как бы, специализированный. Там были с направлениями классы, там, экономический, исторический, был театральный. Боже, я так хотела вот этот театральный класс, но он набирался только через год. Ну, естественно, мне надо было либо год еще гулять, а потом идти в 10-й класс, либо же, ну, и, в общем, с тех, как бы, тогда у меня не получилось поступить. Пришла на экономиста, ну, видите, оно все пришло все равно к тому, что отучилась, одно-второе образование все равно пришло к тому, что занимается праздниками. О чем мечтала в детстве. Да, о чем мечтала в детстве, в принципе. То есть с детства была девочка-праздник. Да. Ну, у меня родители, наверное, просто у меня мама была очень такая активная в том плане, что она нас везде, где мы сможем, по всем, раньше в Советском Союзе же была куча кружков, куча всяких вот, ну, она и на балет мы ходили, и на танцы, и на какие-то фигурные катания. То есть вот очень много было вот такого активного вида деятельности, ну, активной жизни в детстве, и, наверное, оно просто... Ну, а предметы какие самые любимые были? Или самые страшные? Вот чего боялись больше всего? Наверное, рисовать. Самое большее я боялась химии. Кстати, я тоже. Да, у нас была такая строгая учительница, я, ну, хорошо училась, было две девочки, которые чуть-чуть лучше меня учились, отличницы, вот их вызывали первые, и я была третья. Это всегда, вот, постоянно, вот, я не любила химию, потому что я знала, что меня обязательно вызовут в доске, вот, и пыталась как-то там уйти, там, выйти в туалет, ну, вот, когда моя очередь подходила. То есть присесть на самую заднюю парту не помогало никогда, это не проканывало? Нет, 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 нет. Там была четкая фамилия, и все. Бантики выглядывали, да. Это помните, когда на уроках всегда возмущались, там, вот, по списку уже идет, по алфавитному порядку, да, и получается, что когда говорят нот, допустим, там, Бондаренко, ну, второй должен идти, потому что после А, да, вот так, мне опять не повезло, потому что я вторым иду в списке, вот, вот так, так что до последних на букву, там, букву Я уже не доходило. Приходила, да. Да, я тоже была в начале списка, поэтому мне тоже везло, везло, чтобы приходилось учиться. А я в середине, у меня нормально. То есть, бывало так, а бывало так, да, но у нас семья не так была удачная, да? Да, иногда бывало, что берут первый, середину и последний, я как раз попадала в середину первой, так что вторая все равно. Ну, вот, да, любовь к детям, она и подсказала вам сейчас, как работать с детьми, да, вот, вы вспоминали, наверное, себя, какими вы были, что вам было интересно, что сейчас дети любят вообще, вот, современные. Потому что, например, загадка с Маргаритой для нас. Больше фантастики они любят. Раньше мы там любили бегать, прыгать, а сейчас им должно быть как-то такое волшебство, сказочно, как-то так вот. Хотя... И больше бластеров каких-то, ну, такое. Да, это, конечно, да. Но если не делать на это акцент, а, допустим, провести, ну, вот, по нашим старым советским мультфильмам какой-то праздник или сценарий, или даже музыку, там, даже вот современный, ну, современный праздник, но включить там под рисунок нашу, там, коробка с карандашами, да, вот, песню с детства. Вот она, во-первых, дети не слышали ее, да, как бы сейчас современные, они особо не слушают такую музыку. Но зато родители оживают, сразу такие, боже мой, это ж нашего детства, там, ну, еще что-то, и она очень интересная, да, то есть, как бы у нас было даже такое, что папа потом подошел, говорит, а вы можете еще включить? Да. Потом после праздника, праздник закончился, пока там дети что-то делали, и он такой, а вот включите еще, пожалуйста, и мы вот включали вот эту песню, повторяли несколько раз, вот, ну, то есть, как бы пытаемся, конечно, потому что, ну, может быть, оно из нас лезет потом, вот с детства, как бы мне, допустим, у меня ребенок растет тоже на наших советских, как бы мультиках, на, то есть, я ему не включаю современные мультики, где такие, там, типа, спанч-боб, это вообще у нас не мультик. Ну, современные мультики тоже есть, кстати. Есть хорошие, да, есть, их надо просто фильтровать. Да, надо просто выбирать. Просто, как бы, пока они маленькие, им надо, ну, как-то хочется больше добра влить, у нас просто много сейчас современных мультиков, которые уже злость. Ну, раньше просто цензура очень сильная была, вот, а сейчас разнообразие, должны родители выбирать, вот, что именно. Хотя сейчас тоже на наши советские мультики уже говорят, что тоже там цензуру можно ставить, потому что они учат плохому, там, да, вот, ну, погоди, курят, уже пока не хотят. Вот, ну, я же говорю, мы никогда даже об этом не думали, да, когда росли. И при этом это не влияло на степень, да, там, на количество курящих. Сегодня мы все вместе празднуем 1 сентября. Всех поздравляем с этим замечательным праздником. И у нас гости, которые в студии тоже имеют, можно сказать, непосредственное отношение к детям, а значит, и к 1 сентября тоже. Ну, во-первых, гости сегодня пришли к нам в детской школьной форме, которая вот именно с этого года, да, была введена, можно так сказать. А в гостях у нас Евгения Белова, директор, ведущая праздничного агентства «Филичита», и Екатерина Марушевская, аниматор, ведущая агентства «Филичита». Девочки, вот расскажите, «Филичита» — это же что-то праздничное. Да, но вот мы как раз хотим сказать, что тот, кто дозвонится в студию, отгадает, что такое «Филичита», то есть, как бы, это вроде не тяжелый вопрос. Сейчас тем более Google допомогут. Да, 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 но кто первый это сделает, то, крайне мере, будет видеть возможность. Кто-то получит скидку на игру в пинтбол, детский пинтбол, 15%, у нас есть такая тоже услуга, как бы детское выездное день рождения, как бы игра в пинтбол, на которую вы можете получить скидку 15%. Так что ждем вашего звонка. Так что, звоните, не стесняйтесь, телефон вы видите на экранах. И еще, у нас одна еще акция, то есть, любому дозвонившемуся, кто сегодня дозвонится в эфир, тоже 10% скидка на проведение дня рождения взрослого или детского. Ну, а если поднапряжетесь еще узнать, что такое «Филичита» и скажете нам, то вообще будет огромный такой бонус в виде 15% на пинтбол, правильно я понимаю? Вы работаете не только с детками, но и со взрослыми. Так все-таки с кем легче работать? Как вот вообще взрослые реагируют, когда вы им предлагаете какие-то детские игры? Насколько это легко, взрослые получают? Реагируют отлично, но как по мне, то мне легче работать с детьми. Потому что дети еще такие, они открытые, чистые, такие добрые, доверчивые, они так все легко верят в это. А вот, ну, Женя больше… Не, ну я как бы, я работаю легко как бы и с детьми, и со взрослыми. В принципе, со взрослыми можно работать практически так же, как с детьми, они такие же доверчивые. А вот до первого стола. Да, Женя умеет сказать уверенным тоном, что все сразу слушают. Упал, отжался, и сразу папы, и дети. В принципе, даже взрослые слушаются больше, чем дети. Ну, главное, как бы правильно сразу поставить тон, как бы, да, чтобы обратили на тебя внимание, и все. И там, если ты видишь только цель, и все. Все равно в любой компании найдется человек, который будет, ну, ждать, чтобы вот вызовите меня, я хочу что-нибудь поделать в этой игре. А какие вот самые популярные игры вот среди детей и среди взрослых? И есть ли отличия? Отличия нет. Практически нет. То есть, дети любят играть с шарами, там, какими-то вот... Просто они немножечко разные, как бы, ну, хотя практически они одни и те же. Да. Те же там какие-то лабиринты, лазание, кидание, прыгание, то есть, это все то, что делают, там, прыгать в мешках, да, то есть, и взрослые, и дети любят это прыгать. У нас был детский праздник, там, нужно было пролезть через трубу, это... Туннель. Да, туннель. Вот, и родители потом за детьми тоже лазили. То есть, даже никто их не вызывал, они сами, ну, вот я же говорю, после первого строка, как говорится, да, инициативу. Ну, это весело. Да, да, и, как бы, родители сами раскрепощаются, тем более видят, что когда обстановка такая свободная, идет дружелюбная, то без проблем, как бы, и начинают родители присоединяться к играм с детьми. В конце мы, то есть, мы не рассчитывали в тот праздник, да, что у нас будут родители так сильно принимать активное участие. Да, поддерживать нас. Хотя мы в анкете всегда спрашиваем, хотите ли вы, чтобы гости или родители принимали участие с детьми, чтобы знать просто, насколько... Задействовать или нет. Да, да, задействовать их или нет. Вот, и в тот день, как бы, мы не особо, как бы, планировали, но видим, что тут пошел такой азарт, и мы уже потом разделили, дети против родителей, и пошла игра. Кто победил? Одна. Дружба. Дружба. Ну, как бы, тут дети же не поймут, если победят родители. Подыграли, в общем-то. Да, и родители не поймут, если победят дети. Да, чтобы дети почувствовали себя с детства, в принципе, такими победителями по жизни, правильно? Да, конечно. Потом, в принципе, играть очень легко, и работать и с родителями, и со взрослыми, то есть, и корпоративы. Ну, все праздники проходят практически на одном уровне. А вот как вы считаете, у нас сегодня тема школьные годы, насколько важно вот с детьми играть, когда преподносишь какой-то предмет? Я думаю, важно, конечно, особенно в начальных классах, потому что это, ну, чтобы привить какую-то любовь и понимание к предметам. Потому что мы же приходим в школу, как бы, в принципе, как и в институт, да, в первый класс, на первый курс. Ты ничего не понимаешь, да, как бы, что, чего и как, и для чего это надо. Поэтому, когда, и тем более сейчас программы очень тяжелые, и они очень напрягают мозг, да, и ребенок еще вроде бы ребенок, и он не понимает, почему ему столько много всего задают, то, конечно, если это все в игровой форме было бы на уроках, то я думаю, чтобы это было намного проще им запоминать. А как помочь родителям? Вот можете вы посоветовать, вот как с ребенком играть, вот как лучше, допустим, там, домашнее задание выполнять? Сейчас на сегодняшний день настолько много развивающих игр для детей, что сейчас зайди в любой развивающий магазин. Это главное желание. Да, желание. Возьми любой какой-то предмет, те же там вот фрукты, да, и, пожалуйста, вон, посчитаем сейчас сколько яблок, сколько груш там, или каким цветом, то есть это очень... Правильно посчитаешь? Съешь грушку, нет? Да, 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 не получилось. Мне удивительно, что она пластмассовая, да? Кстати, я когда была маленькая, мне моя бабушка тоже преподавала, она брала сыр и рассказывала мне басню. И вот она брала два сыра, да, и я кусала, ну, во-первых, я, так сказать, меня же тоже тяжело было накормить, вот, да, да, и мы так играли в математику. Я вначале с одного сыра откусывала, потом с другого, да. Однажды, я не помню там текст. С тех пор начал текст. И так я познавала математику. Замечательно. Большие аудитории или маленькие вот легче по работе? Или уже когда их много деток, то в принципе они все... Больше десяти уже не считаются. А, то есть если ты с десяти исправили, значит, тоже и... Нет, с детьми, конечно, если больше десяти детей, то желательно, чтобы был еще один аниматор, то есть один аниматору потом уже тяжело. Да, просто детей надо контролировать, да, процесс, то есть могут, потому что могут быть дети в разного возраста, и как бы маленькие могут отделиться от больших, поэтому лучше, ну и проще, потому что надо где-то подать реквизит, то есть, ну, как бы, чтобы друг друга заменяли. Поэтому больше десяти детей обычно уже второй аниматор приглашается. А со взрослыми, ну, как бы, ведущий... Одного, да. Да, ведущий справляется, потому что взрослые послушливые, сидят в кучке, если надо, так сказали. Одного зачинчика хватает, который там их организует. Нет, ну, имеется в виду, что тут не надо контролировать процессы, бегать за детьми по всему. Мы еще раз и еще раз напоминаем нашим телезрителям, что телефон студии очень простой, 719-64-34, звоните, делитесь с нами своими впечатлениями о первом сентября, и, конечно, присоединяйтесь к диалогу с гостями, которые приготовили тоже сюрприз. Мы уже говорили, что любой дозвонившийся сейчас в студию получит 10% скидки на праздничные мероприятия. И плюс, если еще отгадает, значение слова «филичита» получит 15% скидку на игру пинбол. Вот так вот. Так что, а у меня такой вопрос пока есть для вас. Как быть с баловыми детьми? Вот, ну, понятно, чтобы никого не обижать, но есть детки, которых ничем не удивишь практически. Ну, вот бывает, потому что у меня была тоже знакомая аниматором, и вот она сказала, что когда была феей на каком-то празднике, была там в богатом доме, там было много детей, вот, и у нее друг задвонил телефон, там, в паузе, и она взяла телефон, а у нее была какая-то простая трубочка там, я не знаю, старая Nokia. Немодная. И ребенок какой-то увидел, что у нее такой телефон, и говорит, никакая ты не фея, потому что у феи должен быть там такой-то, такой-то, такой-то телефон. Айфон там, последний. Да. Детей сложно удивить сейчас просто чем-либо. Ну. Или можно все-таки? Я думаю, что можно не удивить, можно просто переиграть. Можно переиграть. Да, переиграть просто там, не знаю, что угодно можно придумать со старым телефоном. Да, тут уже сообразили. А это старинный, древний, там, египетский телефон. Это специальное задание какое-то. Фея же живет там тысячу лет. Можно просто даже поменять тему, как бы, какой-то игрой заинтересовать, либо там, каким-то криком сразу-то, а-а-а, побежали, там, и все, и тихо поменяется. То есть, от феи, там, или что-то, а-а-а, птичка, там, ну, это образно, да, то есть можно просто что-то другое придумать. Главное обограде эту ситуацию. Да, сразу же сообразить, главное не дотягивать паузу, там, так, сейчас фея подумает. Фея, ага, у меня мобильный телефон не очень. Да, на чем я там остановилась в прошлый раз, ну, то есть, естественно, это, как бы, нельзя делать. Ну, наверное, аниматорами не рождаются, не становятся, а рождаются. Не знаю, может быть, да, скорее всего. А как у вас, вот как у вас? Ну, у нас, наверное, так. У нас, наверное, рождаются, да, врождаются. В принципе, театрального образования нету специального, да? Потому что врожденное. Ну, врожденное театральное образование. Мне кажется, что это все зависит от состояния души, ну, от желания, от, ну, чего-то, наверное, от окружения, как бы, тоже. Это все, я думаю, что это все, в принципе, идет с детства. Доброе утро и еще раз, кто нас включил, поздравляем всех с замечательным днем знаний. А в гостях у нас школьницы нового поколения. Почему нового поколения? Потому что в этом году вот в таких костюмах наши школьники и школьницы, ну, точнее, школьницы только, да, идут в первый класс, да, и дабы поддержать такой дух любви к своей родине и патриотизма, вот так вот они выглядят красиво. Даже к школе. В костюме школьниц у нас сегодня Евгения Белова, директор, ведущая праздничного агентства «Филичита», и Екатерина Марушевская, аниматор, ведущая агентства «Филичита». Дорогие телезрители, звоните нам, не стесняйтесь, телефон вы видите на экранах, потому что от наших гостей вас ждет хороший сюрприз. Большой сюрприз, причем два. Десятипроцентная скидка на проведение праздника в агентстве и пятнадцатипроцентная скидка на игру пинбол для деток, вот так вот. А взрослые играют в пинбол? Конечно. Тоже? Еще как играют. Собираются группы там большие, да? То есть вы делаете праздник одновременно для детей и для взрослых? Ну да. А бывают смешанные вот группы, когда и дети, и взрослые в одной команде вот в пинбол или нет? Или это сложно? Бывает, но… Это же сложно технически, но не каждый ребенок так пристреляется. Родители более так щадят детей, а дети уже отрываются по полной. А они уже не щадят родители, понятно. Какие праздники, в принципе, проводите вообще, если взять общую работу? В принципе, у нас, ну кроме дней рождения, дни рождения, юбилея, у нас еще мы проводим девичники. Потом встречи из роддома, тоже сейчас очень популярно, с ангелочками. И с надписью «Перед домом, милая, это я тебя люблю». Оформление воздушными шарами, то есть, допустим, папа не знает, как оригинально встретить. Один раз мы делали на машине тоже надпись «Кто куда, я за сыном». Класс! Вот, то есть, можно дома, так сказать, пока там папа бегает по делам, либо, ну, украсть квартиру, чтобы встретить маму красиво, да, и плюс еще возле роддома. Потом новоселье, господи, крестины, вот крестины тоже, как бы, у нас, вроде бы, считается не, ну, как бы, люди не привыкли отмечать крестины, да. Хотя, на самом деле, очень много обычаев по этому поводу, и очень можно прилично, так вот даже скромно, вроде бы, но задействовать бабушек, дедушек, родителей и провести очень замечательный праздник. То есть, вы подключаете еще и традиции, да, народные? Конечно, да, традициям, то есть, ну, свадьбы, корпоративы, то есть, это… Выкупы делаем в разных стилях. А, кстати, вот, какие вот пользуются популярностью именно стилей выкупа? Ну, вообще, празднования свадеб. Да, да, да. Ну, вот, насчет выкупов, ну, популярность у цыгани, потому что она очень ярко получается, да. Еще очень популярна таможня, когда таможня дает добро, там, ну, знак «Стоп», там останавливаются все машины, там, жениха, когда они едут. Один пункт контроля, потом дальше, там, проверка. Ну, очень интересно. Ну, в принципе, да, и украинцы. Приходится делиться деньгами. Конечно, не только деньгами. Да, да, да. Вот, и последнее еще такое было в стиле интернов, там, как встречает доктор Быков, и это он все проводит. По сериалу. Да, да, да. Ну, очень интересно. Ну, вообще, тематические праздники, они всегда очень интересные, потому что все, во-первых, идут в одном стиле, идет тематика конкретная, все уже знают, как подыгрывают, просто уже сами в гости, они уже понимают, как надо себя вести в этом стиле. То есть, начинают уже так вливаются в этот праздник, то есть, абсолютно любой, там, гангстеры, пираты, индейцы, или там… Когда модная тема «Мафия» была, там, что-то такое, да? Ну, то есть, вот, все, что угодно, даже детские какие-то. Наигрались в «Мафию» уже, да? Очень мне интересные сейчас тематические сценарии, ну, вечеринки, цветное настроение, допустим, оранжевое, настроение цвета солнца, то есть, допустим, вечеринка идет в одном цвете, там, допустим… Вот девичники, кстати, они популярны, вот, как бы, да, там, фатиновая пачка, да, и, допустим, там, невеста одета в светлом, а всем остальным… Вместо в белом, а все остальные подростки яркие, да. Ну, и день рождения тоже в цветном стиле очень сейчас модно, там, допустим, желто-зеленый стиль, и все просто приходят. Ну, да, там шарики какие-то украшают. Интерьер, да, да, то есть, мы помогаем, у нас, как бы, есть оформление шарами, мы можем предоставить… И костюмы. И можем предоставить костюмы, то есть, можем под заказ их сделать, как бы, это без проблем, как бы, все это… Все возможно в этом мире, чтобы улучшить настроение, да? Все возможно, главное, чтобы было желание, да, и настроение, то есть, очень красивый получается праздник, то, конечно… А вообще, что более популярно, вот в каком стиле люди любят праздновать? Детские, взрослые или детские? Ну, и детские, и взрослые. Ну, детские, очень популярны сейчас «Феи Винкс». Есть тоже сериал детский, такой мультфейн, да? Да, и по этому сериалу девочки очень любят, там, этих фей. Любые феи, да. А мальчики что любят? Хотя все, лунтики… Мальчики, да, вот лунтики… Ну, это маленькие, допустим, да, а постаршие дети тоже, тоже, можно им проигрывать любую тематическую вечеринку. Как бы там, или «Формула-1». Готовят взрослые жизни, да? Да, ну, то есть, они тоже любят гангстер, да, вот мальчики, там, «Гангстеры», «Формула-1». Что у нас еще такое? Да, дети такие прикольные, вот именно, когда вы гангстеры переодеваете, такие подтяжки, шляпы, там еще можно усики наклеить. Еще пираты. Да, да. Пираты, конечно, это такое… Ну, пираты – это больше на природе, там, квесты можно проводить, там, флаг найти. Дума тоже, везде можно, да, просто… Вот, очень интересно. А сценарии сами пишите, придумываете вообще ход праздника, да? Да, да, тоже, да. И как вот долго уходит времени на написание сценария? В зависимости, какой праздник, то есть, у нас есть, конечно… От количества человек… Да, у нас есть основные сценарии, которые мы просто немножко можем видоизменить, да, там, добавить, какие дети, что хотят видеть, то есть, какие интересы, мы это все учитываем ребенка, поэтому мы немножко изменяем, но… Есть, как бы, шаблон, который… Да, шаблон у нас стандартный есть. Который дополняется по желанию заказчика. То есть, мы придумываем по реквизиту, бывает очень часто, что конкурсы, ну, игры придумываются, вот просто так на лету, там, идешь где-то, я что-то увидела, какой-то реквизит, там, какую-то дудку, или какую-то паримушку, или просто вот лопатка для обуви, или вот эти хлопушки для мух. Вот надо мне, еще не знаю, что это будет, но будет, вот я вот набрала, а потом пришла такая, и вот сижу, когда что-то пишу, о, у меня же есть это, и все, и то есть, по ходу придумываются сценарии, как бы, чтобы были немножко, ну, нестандартные, как у всех, потому что… А если взять вот круглый год, да, вот с месяцами, вот когда и каких праздников больше, вот по тематике? Ну, Новый год, конечно, больше, и лето-осень. Ну, знаете, так, какие новогодние вот праздники, какие вот именно по временам года? Ну, летом это пираты, в основном. Да, пираты, как бы, это такое, то, что просто нужно больше на воздухе, и вот в частных домах, например, водит. Да, бейнбол часто. Вот по поводу, у нас есть выездные дни рождения, Катя сейчас расскажет, вот как раз… Да, Катя, пожалуйста. Сейчас актуально очень было пинбол. Детей, ну, привозят на площадку, их одевают, делят на команду, у них есть, там, определенный сценарий игры, там, найти флаг или, там, какой-то квест, там, задание выполняется. А вы предоставляете одежду? Конечно, да, полностью защита, чтобы, ну, ребенок не пострадал. То есть, экипировка вся есть, да? Да, защита, шлемы на шею, вот, перчатки, маркеры, у них идут маркеры чуть-чуть меньше, чем у взрослого, ну, человека, когда он играет. Вот, и дети играют от восьми лет и старше, им очень нравится, как раз это как-то новое увлечение, и особенно это популярно среди мальчиков, потому что все любят войнушки, стрелялки, и они очень охотно бегают. Мы можем организовать на месте мини-банкет, как бы, да, там, и даже с шашлыком есть. У нас взрослые, там, жарили шашлык, и как раз пока не поиграли, там уже и готовы, и дети пришли, отдохнули, там, перекусили. А для взрослых пинбол устраивает? Да, конечно, для взрослых у нас вообще очень много пинбола проходит, у нас есть две площадки, на которых мы играем, и популярные среди разных национальностей, вот, собирается, там, арабы, вот, у них они так и называются, арабы, команда, там, тайцы, негры, да, они вот именно так вот себя называют и играют друг против друга. У них, ну, мы организуем турниры, такие вот, да, интересные. И не только пинбол, у нас же есть еще. Да, еще мы делаем выездные праздники, на квадроциклах катаемся тоже, Валтестова, там есть посадка, ну, и... Это как гонки, или это просто катание, вот как это выглядит? Это идет, ну, тоже квестом, там, найти флаг, вот, да, выполнить какое-то задание, там они приезжают на место, там какая-то загадка лежит, они должны ее разгадать, и они знают дальше, куда ехать маршрут. И в итоге они собирают одну карту, вот, по ходу маршрута, и находят клад большой, самый там. Вот я, честно говоря, не спросил до эфира, есть ли, вот, у вас дети, ну, свои собственные, но вот, если есть, допустим, ну, или близких ваших детей, вот, как со своими детьми работать вообще? У меня есть ребенок, у меня пока еще нет, 4 года мальчик, со своими детьми, ну, в принципе, у меня очень много и крестников, поэтому у меня, когда день рождения у ребенка, то детей у нас больше 10, обычно. То есть набирается тоже группа хорошая, небольшая, да? Да, уже собирается такая толпа. Вот, работать, в принципе, со своими тоже легко, ну, главное заинтересовать, потому, ну, во-первых, я своего ребенка знаю, да, остальные дети, как бы, с ними мы узнаем, как работать. Ну, конечно, если я где-то, допустим, у знакомых, или где мой ребенок присутствует как гость, да, допустим, я, а я работаю, то работать, конечно, сложнее, то тут нужна помощь папы. Ага, то есть подключается папа уже, да. Ну, у вас ребенка, потому что он понимает, что это мама, даже если я там в образе каком-то, или, вот, он понимает, что это мама, и постоянно пытается, конечно, прибежать, поэтому, ну, а так, дома, вот, семейные праздники, как бы, мы тоже делаем тематические, поэтому, ну, детские, и работать, в принципе, легко, потому что я знаю. А что бы вы посоветовали, вот, у нас уже заканчивается время в конце, да, для родителей, вот, как, какие игры можно устраивать дома? Вот самостоятельно, так что? Да, для своих детей, да, чтобы лучше, там, помочь в учебе, заинтересовать ребенка, отвлечь от его капризов, возможно. Какие советы, может быть, вы дали бы родителям? Ну, я не знаю, я думаю, что можно, в принципе, рисование, это, по-моему, первый, как бы, такой выход, потому что можно в рисовании все, что угодно. Сделать любые уроки, можно и посчитать, и подписать, и палочки, и буковки, вот, или, там, нарисовать животного, и спросить, на какую букву, ну, то есть, для маленьких, допустим. Я думаю, рисование, это первый такой, наверное, выход. А если вот маме переодеться в фею, а папе, например, там, вот, и преподавать, так, и помогать детям. Можно просто переиграть, как под, ну, под какой-то мультик, вот, чтобы они... Ага, то, что ребенок любит. Да, и этим заинтересовать его. Да, в принципе, можно так. Ну, я не пробовала, надо будет попробовать. Ну, по крайней мере, ребенок меня узнает всегда такой, там, в костюме милой, допустим, божьей коровки, да, и он, мама мила. То есть, он, как бы, он понимает, что это мама, но он понимает, что это сказочный герой. То есть, он, как бы, реагирует по-другому совсем, да. Мы очень благодарны вам, что вы пришли сегодня с утра, еще и в праздничный такой школьный день. Спасибо вам за сегодняшнюю встречу. Да, вам хорошо провести 1 сентября. Спасибо, спасибо. Возможно, вы с детками тоже будете работать и приходите к нам еще. Спасибо. Спасибо вам и вам. Спасибо.